Тюменская арена Серебро и бронза Олимпийских игр для них покоренная вершина И это в 21 год, а Дениса Спецова и Александра Большунова теперь ждут новых свершений От былого величия осталось одно название Императорский клуб Дина переживает не лучшие времена Но скидку на это МФК Тюмень делать не стал и оформил самую крупную победу в истории Лица новые, задачи прежние Удержаться во второй по значимости Лиге отечественного футбола Удастся ли это подопечным Владимира Маминова, узнаем совсем скоро Каждая серебряная медаль 2,5 миллиона рублей Бронзовая 1,7 миллиона Плюс БМВ представительского класса От области по 5 миллионов рублей и по двухкомнатной квартире каждому А вот незабываемые эмоции, которые подарены всей стране, бесценны Тюминские лыжники Александр Большунов и Денис Спецов на этой неделе радовались абсолютно заслуженным почестям, вернувшись с Олимпиады На двоих они выиграли 7 медалей, в одной части став национальными кумирами Когда ранним утром в Рощино приземлился рейс из Москвы с Большуновым и Спецовым на борту Выяснилось, что даже в 4.30 утра в Тюменском аэропорту яблоку негде упасть Первые поздравления спортсмены получили от самых близких, наставников и возлюбленных Я каждую гонку смотрела, первую гонку я смотрела и у меня просто были слезы, я не знаю почему А остальные гонки я уже верила, я уже знала, что будет медаль Денис Спецов поехал в Пхенчхан талантливым юниором, о котором не то чтобы не знали, но к фаворитам точно не относили Ведь даже медалей Кубка мира у 21-летнего тюменца не было, а ему, как выяснилось, теневой статус был только на руку И наверное это сыграло для нас очень хорошую роль, то что к нам не было повышенного внимания С нас был не такой большой спрос, мы просто спокойно выходили и показывали тот результат, на который были способны Распробовав Олимпиаду на вкус четвертым местом в скиатлоне, Денис поставил на поток медали Сначала бронза в разделке, затем два серебра в командном спринте и эстафете С непринужденно доброй улыбкой разбирая на дистанции таких мастеров, как Мартин Сунбю, Алекс Харви и других зарубежных звезд Не зря первый тренер Дениса Евгений Ванюков сказал еще до Олимпиады, таких воспитанников у него больше не будет Просто в Денисе собрались все наилучшие качества, которые можно придумать И чтобы еще один такой попался, да, это будет как бы нонсенс, так скажем Александра Большунова к Хенчхане вообще могло не быть В январе спортсмена свалил тяжелейший бронхит Но разве для того 21-летний тюменец удивил всех россыпью медалей Кубка Мира в начале сезона, чтобы пропустить главный старт? Он успел восстановиться Приехал к Хенчхан раньше запланированного срока и взял медаль в каждом из четырех стартов Два серебра и две бронзы Многим записным фаворитам пришлось подвинуться Для меня главное было выступить и показать свой результат на этих соревнованиях И доказать самому себе прежде всего то, что я реально могу с ними бороться и защищать страну нашу Большунов и спецов пока, наверное, сами не поняли, что вдвоем выиграли для региона и страны столько медалей, что иным державам приходится стоять в сторонке И по-прежнему смущаются, когда десятки людей приезжают на рассвете в аэропорт, чтобы искупать их в овациях Если во время Олимпийских игр губернатор Тюменской области Владимир Якушев поздравлял спортсменов письменно То по приезду ребят пригласил их вместе с наставниками на торжественный прием В приветственном слове глава региона еще раз подчеркнул значимость успеха, которого сумели добиться лыжники То, что продемонстрировали ребята в лыжных гонках, это, конечно, такой очень серьезный прорыв И, конечно, без лидеров никто, наверное, не ожидал, что такие результаты вообще возможны Но это здорово, что у Дениса и Александра это все получилось Если в последние годы лыжные гонки пребывали в тени биатлона, то после Корейской Олимпиады все развернулось на 180 градусов Теперь перипетии сражений Большунова в Олимпийском марафоне обсуждают буквально повсюду А это значит, тысячи мальчишек и девчонок по всей стране побегут записываться в лыжные секции Люди достаточно узнаваемые, потому что вся страна обсуждала, нужно было Большунову лыжи менять перед заходом на последний круг или не нужно Я позавчера в парикмахерской как раз был, так вот парикмахер рассуждал на тот предмет Вот еще вот он лыжи не поменял, у нас бы золото было Ярким успехом достойное вознаграждение За медальные подвиги Большунов и Спецов получили из рук главы региона сертификаты на 5 миллионов рублей каждый Плюс оба лыжника теперь обладатели двухкомнатных квартир в Тюмени Достойное вознаграждение вручили их наставникам Андрею Иванову и Евгению Ванюкову На 575 тысяч рублей легче будет переживать бронзовое поражение хоккеистки Марии Баталовой Она на Олимпиаде в составе сборной России заняла четвертое место, но это лучшее в истории женской национальной команды достижение Были шансы конечно, будем работать, чтобы в следующий раз такой шанс не упустить и взять медали Как бы очень приятно, что все-таки внимание какое-то уделило, спасибо большое Владимиру Владимировичу за это Завершился этот тяжелый, но очень приятный день в легкоатлетическом манеже Там Спецов и Большунов встретились с молодыми тюменцами Интересно, что не так давно Александр и Денис сами были участниками подобных мастер-классов Правда встречи со звездами спорта проводились как раз для них И до этого дня они даже не задумывались над тем, что в скором будущем из зрительного зала шагнут на аванс сцену Я наверное могу похвастаться только встречи с Анной Ивановной, Багалей, которая приезжала к нам на Кубок малыша А больше таких прям, не знаю, истина Ковальчик приходила, когда мы были в юниорской команде Они рассказывали, как они тренируются, и для нас это было, конечно, шоком, когда она рассказывала, та же Ковальчик, то, что она с баллоном подлечится, катается и на зарядке тянет тот же тренажер около часа на шестерке И мы удивлялись, и сами через это проходим и показываем результат На протяжении часа олимпийцы делились опытом, рассказывали истории из своей тренировочной жизни и старались подписать как можно больше автограф-карт А затем снова собрались в путь На следующий день тюменцы приняли участие в приеме у президента России Владимира Путина После чего вернулись в состав сборной страны и отправились на этап Кубка мира Миг триумфа в спорте мимолетен Достижения лыжников останутся с ними навеки, но впереди новые задачи и победы До первой гонки финального этапа Кубка мира по биатлону, который состоится в центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» осталось 18 дней И пока болельщики, не успевшие запланировать поездку, судорожно покупают заветные квитки и бронируют жилье Организаторы скрупулезно продумывают все мелочи пребывания фанатов на стадионе Заявочная кампания на грядущее соревнование завершится 5 марта На тюменские старты заявилось 29 национальных сборных Все сильнейшие, все топовые спортсмены, биатлонисты и биатлонистки заявлены Ну, собственно говоря, это нормальная история для финального этапа Мы понимаем, что все спортсмены, претендующие на высокое место в тотале по итогам сезона, конечно, будут принимать участие Среди заявленных для участия стран присутствует и сборная Чехии А в списке шведской команды фигурирует Себастьян Самуэльсон Точно приедет в Тюмень испанка Виктория Падьяль-Рнандес В октябре на «Жемчужной Сибири» она проводила тренировочный сбор Сибирский стадион пришелся ей по душе И не только он Я с удовольствием приму участие в финале Кубка Мира «Жемчужная Сибири» – один из лучших в мире стадионов Уже несколько лет подряд в период подготовки к сезону я приезжаю сюда тренироваться на снегу Здесь принимала участие в чемпионате Европы 2016 года Атмосфера, болельщики, все было невероятно Мне очень нравится этот город Люблю людей, с которыми здесь встречаюсь, их культуру и, конечно, термальные источники Увидимся в Тюмени Из города в «Жемчужную Сибири» болельщики смогут добираться на специальных автобусах – шаттлах Они будут отправляться от СК «Центральный» и «Центр дзюдо» Стоимость проезда – 100 рублей в одну сторону На «Жемчужной Сибири» для биатлонных фанатов построен шатер В дни состязаний здесь смогут потанцевать, перекусить и посмотреть гонки около восьми сотен человек Мы ожидаем, что порядка 12,5 тысяч ежедневно гостей будет приезжать на «Жемчужную Сибири» При этом очень активно идет реализация билетов Сегодня продано 23 237 квитков Огромное количество болельщиков на финальный этап Кубка мира едет из Свердловской области, Москвы и Пермского края Также на трибунах «Жемчужной Сибири» будут флаги Казахстана, Белоруссии, Франции и Германии Потому организаторы тщательно продумывают развлекательную программу Совместно с Почтой России будет организован стенд, где каждый приехавший сможет совершенно бесплатно отправить тематическую открытку в любую точку мира С символикой региона, биатлона или всем, что связано с Тюменской областью А также разработка наша новая интересная игра, одев VR очки, вы сможете погрузиться, пройтись по Тобольску Зайти в Тобольский Кремен, поставить свечу в храме, либо посетить Абалакский монастырь, пострелять из лука, ну и разные другие активности Особая программа в Тюмени будет у официальной фан-сборной России Сестра Антона Шипулина Анна Маслова организовала группу из 180 болельщиков со всей страны И их однозначно можно назвать счастливчиками Я стараюсь уже после первых стартов этапа по одному хотя бы приглашать и биатлонистов, и комментаторов в наш дом, где будут размещаться болельщики И в таком тесном кругу за чаем, за тортами общаться, брать автографы, фотографироваться Ну конечно, это Антон Шипулин, Анастасия Кузьмина, думаю, что удастся и с Семиренко договориться Есть прямые контакты и общение и с Дарьей Доморачевой Вот, ну в основном это члены нашей сборной России Победители сосредоточены на победе Проигравшие сосредоточены на победителях Чемпион UFC Конор Макгрегор наверняка не догадывался, что своей фразой До нельзя точно охарактеризовал домашние поединки мини-футбольного клуба Тюмень с московской Диной Для игроков команды, для которой титул императорская звучит уже как насмешка Оба матча стали мастер-классами, за участие в которых пришлось заплатить 6 очков Первое занятие завершилось разгромом 16-1 Разумеется, в пользу Артема Антошкина и компании Если чистое время матча разделить на количество пропущенных Диной мячей То получается, что игроки Тюмени радовались забитому голу каждые 3 минуты Капитан, которого тренер национальной команды Сергей Скорович не видит в сборной России В дебютной встрече оформил покер И заслуженно поднялся на третью строчку в таблице бомбардиров Пока что уступая Руслану Кудзиеву и Сергею Абрамову На гол меньше отгрузил москвичам еще один потенциальный сборник Андрей Батырев В дебютной матче оформили Сергей Крикун и Максим Емельянов Единожды отличились Иван Милованов, Евгений Мишарин, Сергей Абрамович, Денис Неведров и Аделат Кируваев Задачу преследовали только одну Конечно, выиграть и уважительно относиться к своей профессии, к команде Дина, профессионально выполнить свою работу Есть хорошие ребята, довольно техничные, просто еще молодые Понятно, что еще до Суперлиги молодые Но в будущем они будут играть в Суперлиги Хорошо, что команда вообще существует У меня есть претензии и вопросы по оборонительным действиям Сейчас мы посмотрим игру, завтра разберем, подготовимся То есть в обороне моменты у нас хромали И это как бы настораживает вот эти моменты Клуб из Москвы сейчас переживает нелегкие времена Но молодые парни через тернии пытаются дотянуться до звезд Иногда это получается 17-летнему Василию Типко удалось провести гол престижа Но забил он не голкиперу сборной Сербии Меодрагу Аксентьевичу А вышедшему на замену Сербию Логинову Мы быстренько разыграли аут Мне Миша Есиков отдал пас Ну и я, можно сказать, почти в пустой угол бил То, что забили его престижа, да, радует Но в целом картина не меняется Грустно, конечно же, проиграть с таким счетом Но сейчас будем делать работу над ошибками И в завтрашнем матче постараюсь достойно себя показать Несмотря на их проблемы разного характера Они выходят, стараются, бьются тоже в каждом эпизоде Поэтому мы со своей стороны И завтра, я думаю, постараемся Точно в таком же ключе сыграть Но игра пока не Повторная игра показала на табло 7-1 Первые четыре мяча в ворота Пушкарей провел Андрей Батырев Эстафету от Бабая поочередно приняли Евгений Мишарин, Сергей Чухрий и Песка Абрамович Подопечным Юдина гол престижа удалось забить и на этот раз Александр Ситников обыграл дебютировавшего в Суперлиге 15-летнего Дениса Суботина Который на последних минутах второго тайма сменил в рамки Сергея Логинова Немножко подумал, что уже все закончилось, все хорошо Но тут немножко не повезло Конечно, это незабываемый опыт для меня Я был очень рад, что вышел на площадку Ну, когда выходил, конечно, немножко волновался Но я все равно готовился и был готов к этому По итогам 14 туров Тюменцы лидируют в турнирной таблице с 55 очками Преследуют сибиряков югорчане В их копилке на 4 балла меньше Третьими располагаются новосибирцы Следующий матч подопечная Путилова проведут дома В Международный женский день с московским КПРФ Мотивированная Павлом Грудининым в преддверии выборов коммунисты Постараются показать не менее интересную игру, чем программа партии Сегодня футболисты Тюмени возобновили свое выступление в чемпионате ФНЛ после зимней паузы Сибиряки в эти минуты заканчивают поединок против Нижегородского Олимпийца За ходом игры вы можете следить в трансляции на нашем сайте asenta.ru А о том, какими были заключительные штрихи подготовки черно-белых, смотрите прямо сейчас Состав команды заметно обновился Клуб пополнило сразу 9 новичков Каждый из которых твердо намерен закрепиться в основе Я думаю, здесь лидером может быть не все равно Это вновь пришедшие футболисты, либо те, кто уже были в команде Любой может стать лидером на поле и должны становиться Каждый должен стремиться стать лидером Но что подразумевать под этим словом? Правильно, это одно дело, если кричать Другое дело, если своими действиями проявлять это лидерство И, соответственно, здесь уже просто вести нужно за собой команду Именно своими качествами боевыми на поле Это может любой сделать Футболист, я говорю, молодой, опытный игрок, любой По прогнозам синоптиков, в день игры столбик термометра будет показывать от 7 до 10 градусов со знаком минус Это означает, что матч состоится Хотя, конечно, небесная канцелярия внесет свои корректировки Специфика заключается в том, что, во-первых, поле быстрее Если подморозить траву, поле становится быстрее Из-за холодной погоды мяч чью-то другую траекторию при полете принимает Так что перчатки могут подмораживаться И латекс просто может скользить в мяч в руках Более хорошее качество и даже в такой снег, когда немножко подморозило, в мяч уходит Есть свои особенности Скорость мяча опять же Наверное, мышцы немножко по-другому сидят, потому что холодно Но так у всех одинаковые условия, поэтому будем стараться В линии нападения Тюмени появились знакомые болельщикам по выступлению в премьер-лиге Александр Козлов и Камиль Мулин Первый – воспитанник столичного Спартака А второй – не понаслышке знаком с Владимиром Маминовым Мы вместе работали в дугле «Локомотива» И потом он работал в Рубине И еще в Рубине успели с ним поработать Ну, конечно, когда есть свои люди, достаточно легче войти в коллектив новый Ну, воспитанник Спартака вообще по всей России много Так что я не считаю, что ребята должны расспрашивать Нормально относятся Бывает шутят, конечно, но ничего страшного Также группу атаки пополнил Сергей Шумилин Он уже успел хорошо зарекомендовать себя на Кубке ФНЛ Впрочем, нападающий требователен к своим функциям на поле И прошедшие заслуги оставляет вне зачета Я бы не сказал, что я очень доволен Да, согласен, там получилось забить два мяча Уралу Но, скажем, лучше бы я забил по одному в каждом матче, чем два на Уралу Почему так? Ну, нападающую, скажем так, стабильность нужна Каждый матч забивать, а не так, что там два забила И потом там три-четыре матча на нули, скажем так, по статистике Заменить покинувших Тюмень-защитников призван перешедший из Балтики опытный Павел Степанец В послужном списке Центрдефа несколько сезонов, проведенных в Премьер-лиге Но, несмотря на это, стать своим в Калининграде ему так и не удалось Так сложились обстоятельства, что поступило предложение от футбольного клуба Тюмень И я его сразу принял, потому что любому нормальному футболисту хочется играть Хочется доказывать свою состоятельность В Балтике я не получал достаточное количество времени Поэтому, я думаю, это хороший шаг для меня Для продолжения моей карьеры А то, что борьба за выживание Ну, такая задача стоит Поэтому мы будем стараться со всех сил выполнить ее Смогли ли подшефные Маминова сделать первый шаг на пути к этой цели Мы подробно расскажем в понедельник в программе Тюмень Спортивная Слезы, эмоции родителей и неподдельная детская радость Захлестнули спорткомплекс Центральный Сначала мамы и папы на телеэкранах, расположенных в фойе Увидели, как сборная России по хоккею становится чемпионом Олимпийских игр А затем вывели свои чада на паркет для участия в турнире футбольной Академии Тюмень Участие в соревнованиях приняли даже воспитанники детских садов Возраст их еще слишком мал, чтобы безошибочно выполнять И, что более важно, понимать схему наставников Однако носиться толпой за мячом постепенно нужно уже отвыкать Когда мы начинали работать, мы тоже думали, что про тактику еще рановато Ну, конечно, какие-то сложные элементы, об этом речь не идет Но какие-то уже самые простые, уже даже в этом возрасте дети маленько начинают понимать Уже, чтобы игра не была такая, именно куча бей-беги Хотя в этом возрасте такое нормальное у них явление Но уже потихоньку некоторые детки уже начинают понимать, что, куда бежать Почему, где открываться нужно, как мяч получать, как останавливать То есть где-то уже начальное такое уже появляется Детская футбольная Академия Тюмень существует полтора года За это время она уже открыла несколько фериалов с собственной методикой подготовки В которой основной упор делается на всестороннее физическое воспитание ребенка Несмотря на то, что середина, ну, точнее, начало года И, как правило, в секции дают в сентябре У нас еженедельно проходит пробное занятие На которое приходит до 15 детей Соответственно, примерно 10 детей остаются у нас в Академии Для детей это, прежде всего, праздник Для нас это возможность посмотреть на более перспективных ребят Которые в ближайшее время смогут пополнить спортивные школы наших футбольных клубов ФК МФК Тюмень Победу в турнире одержал детсад номер 172 Залогом успеха стало открывание в постсоезоне И моментальные передачи на свободившихся партнеров Как итог, крупные победы во всех встречах И ноль пропущенных голов Надеялись, что мы будем играть на большое поле Большие ворота Мы на это и нацелены Потому что спартакиада «Малыш» у нас проходит каждый год Первый центральный округ И в дальнейшем, кто занимает первое, второе, третье место Поступает уже на город Там мы играем на большую площадку 20 лет, но это уже на травяном покрытии То есть мы готовимся сейчас В данный момент уже на большую площадку Награждение провел игрок МФК Тюмень Андрей Соколов Свои самые первые успехи сибиряку вспомнить уже не так легко Однако его карьера – наглядный пример мальчишкам Классный турнир Я, если честно, пожалел, что Немножко опоздал на него, задержался Потому что, когда пришел, увидел финал Увидел, что Некоторые ребята действительно очень хорошо Уже владеют мечом И не ожидал от таких маленьких ребятишек Такого, ну, скажем Хорошего контроля, таких действий Приятно Опоздал за то, что болел за наших Смотрел финал Олимпиады Сразу быстро прилетел Ну, вот так получилось Хорошие игроки находятся там, где шайба Великие – там, где она будет Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Уэйн Грецкий именно так описывал Профессиональных хоккеистов Любители ледовых баталий в Тюминской области масса Однако всемирную известность На международном уровне смогли завоевать единицы Оказывается, популярность и олимпийская медаль Цели далеко не каждого спортсмена Умеющего держать в руках клюшку И стоять на коньках Об одном из них – наш следующий сюжет На 200 с лишним километров юго-восточной региональной столицы Располагается небольшой районный центр Галышманово Любителям биатлона и лыжных гонок Этот населенный пункт известен тем, что здесь родился Трехкратный паралимпийский чемпион Николай Палухин Его успехи обсуждают на улицах, в школах Особенно на уроках физкультуры Например, в первой школе, где ученикам Прививает любовь к спорту на протяжении 29 лет Павел Эрастович Фадеев Любовь к спорту появилась Она сама собой, можно сказать Потому что раньше в деревнях Села Усова, Слатковского района Компьютеров не было Телефонов, гаджетов никаких не было Редкость была И само телевидение Поэтому мы в основном находились на улице Дома по хозяйству поможешь и на улицу На улице мы придумали разные себе игры Гоняли все, что могли Из всех видов, что являлись на тот момент популярными в Советском Союзе Павел Эрастович по-особенному относился к хоккею Но любил его смотреть не только по телевизору Скорость, силовая борьба, неистовый азарт и желание заниматься спортом Вызвали привыкание на всю жизнь Клюшек не было Ходили в лес, вырубали из берез Наподобие клюшки Стругали и на дорогах играли Формы не было, конечно Сами делали формы Ничего только не могли С деревяшки вокруг ноги Чтобы больно не было Молокотников не было Сейчас локти все тоже болят Каждый раз падаешь на локоть Постарались как-то все равно Ваты подпихивали И в итоге раскрыл в себе талант не только хоккеиста-любителя Играющего за институтскую команду Но и преподавателя Который уже без малого 30 лет продвигает спорт в массы Их хобби с работой стал совмещать С детьми в общий язык сразу нашел Потому что сам спорт люблю Приучаю, а ребята не отказывались Раньше тоже еще Телефонов таких не было Поэтому ребята все Слушали, прислушивались Видят, я играю Приходили на игры смотреть Сами участвовали Поэтому общий язык Сразу нашелся ребята 26 февраля Павлу Ярастовичу исполнилось 56 лет В шестой десяток он продолжает кататься на коньках с клюшкой Теперь за местную ветеранскую команду урожай Докажи, что ты готов Зарегистрируйся на сайте gto.ru Получи медицинский допуск Выполни комплекс ГТО В одном из центров тестирования города Тюмени Получи свой знак отличия Это был последний сюжет на сегодня Но не забывайте и о нашем сайте Asenta.ru Там вы всегда сможете найти еще больше Свежих новостей спорта До свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова